Чтобы получше познакомиться с формами перфекта, и страшными формами, и не страшными формами, чтобы приготовиться к работе с текстом, давайте мы пройдемся по изучаемым нам глаголам, изучаемыми нами глаголами и теми, которые уже изучали, и даже теми, которые предстоит изучить, и посмотрим, как, собственно, выглядят реальные перфектные формы данных глаголов. Итак, по порядку, опять же, группируя глаголы, в основном по особенностям основ этого глагола в настоящем времени. Глаголы, сначала образующие первый перфект, их большинство, то есть те, у которых есть суффикс «ка» в действительном залоге. Безо всяких особенностей глагол «лу», «ле», «лу», «ка», видите, «ле» для удвоения, «лу» — основа, «ка» — суффикс, ну и в среднестрадательном залоге «ле», «лу» и сразу окончание «май». Ну и от той же основы «а», «по», «ле», «лу», «май». Действительно, реальный залог не встречается. Глагол «мено», «ме», «ме», «ка». Глагол «пистэу», «пе», «пистэу», «ка» и «пе», «пистэу», «май». И глагол «пэрэлумай», «пэрэлумай». Он как в настоящем времени, так и в перфекте встречается только в среднестрадательной форме. Ну, то, что мы уже иногда называем отложительными глаголами. А теперь глаголы, основа которых заканчивается на гласной, в настоящем времени это называемые слитные глаголы, а гласное — это удлиняется перед образующим временем. Глагол с основой «агапа», «э», «альфа» удлинилась в эту, помните, удвоение, фактически как удлинение выглядит в перфекте, «э», «гапэ», «ка» и «э», «гапэ», «май». «Айтео», «э», «йота» подписалась, «тэка», «э», «тэ», «май». «Аклутэо», «э», «альфа» удлинилась, «колу», «тэ», «ка». «Генао», здесь нормальное удвоение, «гэ», «генэ», «айфу» удлинилась, «ка», «й», «генэ», «май». «Кратэо», «кэ», «кратэ», «как», «кратэ», «май». «Ла-лео», «лэ-ла-ла-ка», «лэ-ла-лэ-лэ-май». «Мартурэо», видите, все очень легко. «Ме-мартурэ-мка», «мартурэ-май». Плэроу, П, Плэроу, К, омикрон в омик удлиняется, да видите, П, Плэроу, Май, П, П, Э, К, П, П, Э, Май, и Т, Р, Т, Р, К, Т, Р, Май. Регулярно по правилам есть удвоение, есть суффикс в действительном залоге, есть вот это окончание Май в среднестрадательном залоге. Все хорошо видны основы, то есть с этими глаголами у вас проблем не будет. Иногда в перфекте добавляется это перед образующей времени, ну, у пар глаголов такая особенность, у глагола с основой хау, хау риско, иск суффикс только в настоящем времени хау ре, ка, и у глагола эхо, ну, тут можно по-разному толковать, что с ним произошло, можно, некоторые говорят, что эпсилл просто и хэппи поменялось местами, но можно добавить, говорить, что это добавилось, в любом случае с х видна, э, с х, э, ка. Почему э, с х, ка, потому что с х теперь вместе, эта группа согласна, поэтому сигма удвоиться не может, и вместо этого добавляется эпсилл в качестве удвоения, поэтому э, с х, ка. Ну, за счет ка мы хорошо видим, что в данном случае у нас все-таки перфект, а не, там, аорист или что-то другое. Теперь несколько слов, у которых корни заканчиваются на взрывной согласной. Есть целый ряд глаголов, у которых вот основа на дельту заканчивается, и в настоящее время не у них дз. Эонгелидзо, в перфекте эу, эу рассматривается как приставка в данном глаголе, благо вести, благо приставка. Эу, теперь альфа удлиняется, эу, э, гелиз, май. Дельта под влиянием май превращается в сигму. Баптидзо, баптид, э, баптиз, май. Видите, вот дельта в сигму превращается под влиянием. Доксадзо, дэ, доксас, май. И глагол содзо, сэ, со, ка. В, и в страдательном зоологии, сэ, сос, май. Ну, иногда сигма есть, иногда сигмы нет на самом деле. И сэ, сомай тоже форма возможна. Вот это вот пропадение второй согласной в этом корне мы с вами уже встречали. И когда обсуждали страдателей залог аориста от этого глагола. И вот опять же здесь видим. Ну, просто до соцза, да, запомните вот, что у него будет. Просто со. И, а все остальное иногда теряется. Поэтому, например, соцза, там очень много всего от глагола осталось. Они хорошо узнаваемые. Соцза, ну, глагол важный, часто встречаемый. И вы просто нужно запомнить в эту со. И тоже будете его узнавать. Теперь, не зубной, а заднеязычной согласной, что у нас есть. Глагол аго с корнем аг. В перфекте эг май. В, ну, су на го, су на эг май. Видите, превращение, конечно, после приставки. У глагола дэхамай дэ, дэг май. Почему г? Потому что под влиянием мё, вот эта вот х глухая, превышла в звонкую г. И керусо, глагол с основным керуг, две сигмы только в настоящем времени, появляются. Ке, керуг, май. Есть еще ряд глаголов с добавлением в настоящее время согласной йоты. Давайте посмотрим, тоже значимый для перфектов глагола. Например, глагол с корнем аг, у которого основа в настоящем времени стала айр. и йоты нет в других временах. В перфекте эг, ка, видите, альфа удлинать в эту. Получилось эг и су х ка. На страдательном зоологии эг май. Если помните корень аг и что альфа удлиняется в эту, форму сможете узнать. Бауло. У него корень бле и в действительном и в страдательном зоологии перфекта удвоение б бле ка б бле май. Глагол апостелло, у которого тоже от лямбда только двойная, только в настоящем времени. У него в перфекте корень стал. Стыр – это группа согласных. Удвоение быть не может, поэтому добавляется епсил. Ап, приставка, эпсил, стал, ка, э, э, стал, май. На тематическое спряжение мы пока не смотрим, мы его будем изучать отдельно. Глаголы с несколькими корнями из тех, которые образуют первый оорист, ой, прошу, прошу, не первый перфект, только глагол лего, у которого в перфекте корень в, ну и потом в выпало, и получилось э, река. Ну, было в, в, река, потом в выпало, две эпсилы слизи в тону грей, и получилось э, река и э, р, май. Ну, тут, может быть, даже не вопрос корней и в валиний, а просто эрика нужно запоминать. Ну, такой уж глагол. Лего – настоящее время, эру – будущее время, эйпл – аорист, и эрика – перфект. Ну, еще несколько глаголов просто с разными особенностями. Они вот так вместе собраны, потому что, чтобы на особенности вы посмотрели. Глагол с корнем гно, в настоящем времени генос, коэ, скасу, фикс, добавляется, перфект, э, так как группа согласных, то эпсилы, а не удвоение, гно, ко, э, гнос, май, сигма здесь добавилась, как, например, сигма добавлялась, и преобразование страдательного овоста. Калелу, у него корень клэ, как помните, и страдательного овоста тоже в перфекте, поэтому ке-кле-ка и ке-кле-май. Ну и пара калелу, пара ке-кле-май. Глагол крино, который все время теряет свою веню, ке-кри-ка и ке-кри-май. Глагол харау, помните, в будущем он опса-май, в аористе эйдон, но в перфект образуется от того же, той же основы, которая и настоящее время, когда-то она была не хорау, а ворао, в был, который выпал, и что в результате получилось? Когда-то был перфект в ворака, потом в выпало, превратилось в густое придыхание, и из-за выпадения второго компенсатора на омикрон в омегу удлинилось. Ну, можете либо запомнить этот процесс, что в о, как из корня в о, получается в о, как, либо просто заучить эту форму. Перфект для глагола пи-на, сосновая пи-э-по-ка. Ну, какая-то почему-то йота на о заменилась, кто его знает, проще запомнить. И перфект для глагола пи-пто, сосновая пи-э-п-то-ка. Ну, вот какое-то тоже такое похожее и тоже немного неожиданная замена. Ну, и несколько глаголов, которые образуют второй перфект. Во-первых, без каких-то специфичных особенностей графу, ге-графа и ге-графа-май, ну, ф под явлением поменялось на мё. Для глагола кратсу в корне крак ке-кра-га, для глагола пейт, пе-по-и-та, тут небольшая вариация гласная в основе, и пе-пей-с-май. Сигма под влиянием мё поменялась на... То есть, т-те под влиянием мё под влиянием мё поменялась на с. Глаголы с атическим удвоением проще просто заучить, чем разбираться, что за удвоение такое. Их совсем мало. Аку-о-экэ-ко-а, э-гей-ро с корнем э-гер, перфекти становится э-гег... Ну, оно не встречается только в среднестрадательном залоге, э-гэ-гер-май. И аполуми, ну, это ещё и глагол на миру, мы их отдельно будем изучать, но просто вот в перфекти апол-ло-ла. Глаголы с несколькими корнями для э-хо-май, перфект, э-л-у-там. Ну, и тоже что-то типа ариотического удвоения и ещё чего-то. Легче всего заучить. Глаголы фэ-э-ва, перфект, э-э-но-ха. Ну, тоже надо просто заучивать, да и всё. Ну, и ещё просто пару глаголов с какими-то особенностями. Для глагола ги-на-май, у которого корень ген, перфект ги-гон-а, мы уже с вами его смотрели. И перфект страдательного залоги ге-ген-э-май. Видите, немного разные корни в страдательном и действительном залоге. Это очень редко, кстати, случается. Видите, в большинстве случаев корни были одинаковые. Для глагола ламбана тоже лучше заучивать перфект э-ла-фа-э-ла-май. И, ну, и ой, да, да, вот, всегда перфект. Я специально вам показал очень много глаголов. Для каких-то форм я это делаю, для каких-то нет. Почему делаю? Ну, с одной стороны, чтобы вы были готовы к реальному разнообразию, с которым вам предстоит столкнуться. А с другой стороны, чтобы вы, может быть, ужаснувшись в первый раз, потом внимательно пересмотревшись к этим глаголам, просто почитайте этот файл, во второй раз осознали, что большая часть на самом деле вполне узнаваема. И что там, ну, с десяток каких-то форм достаточно заучить, а там девять десятков форм вполне нормальны, узнаваемы, понятны и так далее. Так что вот, обратите внимание на эти формы, которые нужно заучить, и всё хорошо получится.